Сын 13 метров, топический дерматит на ногах, руках, ниже локтей. С мужем все отлично. Я не сомневаюсь, что с мужем все отлично, но, в общем-то, это немножко не так устроено просто, как вам кажется. Вот хорошо ли у меня с мужем, хорошо ли у меня, плохо ли у меня с мужем, хорошо ли у меня со свекровью, плохо ли у меня со свекровью. Ваш ребенок, например, может быть очень ярким триггером для его же собственного дерматита. Парадоксально, да? Ваш ребенок очень часто является сам триггером для своего же дерматита. То есть, ваше отношение с ребенком содержит в себе, ну, некоторое напряжение, которое является вашим уже напряжением. Ну, потому что я там не могу реализовать, например, рядом со своим ребенком, я не могу реализовать себя как идеальная мать. В результате напряжения от этого взаимодействия, то есть я триггерюсь об него, его в себе держу это напряжение, и ребенок же мне показывает, мам, ты что-то делаешь странное. Поэтому, когда вы пишете, что с мужем все отлично, ну, во-первых, не очень-то я верю. Во-вторых, вам нужно посмотреть все возможные варианты триггеров. Причем внешне, если вы посмотрите эфир, который был на странице PPI-блог некоторое время назад, буквально он там еще висит среди последних, самый последний эфир, диагностика. Я там четко объяснил, что... Или на странице, которая посвящена аллергии. Я четко показал, говорю, не зацикливайтесь на внешних триггерах. Это неинтересно. Очень многие триггеры живут вот тут. И конфликт разделения, он живет между моими частями. Например, я идеальная, и я реальная, например, да, и я там, так там такое несостыковка, которую триггерит мой ребенок. Поэтому вы просто идите на курс, он еще неделю, вы можете на него попасть. Не теряйте времени, вы проработаете все эти кусочки. Вот. Вы будете знать, где искать, с кем мне надо проверить отношения. Добрый день. Зуд, сильный глаз. Ну, я предположу, что зуд является... Предположу только, что зуд может являться показателем того, что некоторое время назад закончилась какая-то, может быть, ненавистная история, где там невыносимо было на это смотреть, находиться в этом... То есть, где я должна была за чем-то там наблюдать. Или человек, с которым я контактировал, вызывал там некое напряжение, эта история закончилась, вот теперь я чешусь. Либо наоборот. Я... Если это активная история, вот эти вещи очень важно различать. Завершился ли конфликт? Или конфликт находится в активной фазе? Это сразу видно внешне по поведению человека. Потому что симпатикатония, высокий тонус нервной системы, это активная фаза конфликта. И вагатония, они очень видны сразу, когда общаешься с человеком. Либо когда он пишет более развернутые сообщения, примерно можно догадаться, в какой истории находится человек. Поэтому вам нужно найти что-то, что... Ну, там, например, конъюнктивит, да, там, что-то, что завершилось, что было сопряжено с напряжением. Смотреть, видеть, пока вижу тебя. Меня это раздражает и бесит. Как только ты уходишь, все хорошо, но вот это время, которое мы напрягались, оно не проходит бесследно. Мы немножко заплатим за него, например, зудом. Если это зуд восстановления. Нужно разбираться. Но как точно описали, а на курсе узнаешь причину, но как поработать ее? Если это на курсе. Так на курсе все для того, чтобы поработать, да. Я так понял, что это вопрос про дерматиты. Да, 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 на курсе. Как раз-таки, господи, он того и создано. Нам нужны результаты на курсе, а не просто, чтобы мы рассказали вам, как это работает. Конечно, конечно. Еще неделю, пожалуйста. Неделю прием идет, то есть на курс вы можете успеть. Цена на руках с детства. Потом проходила, теперь опять после родов, пыталась докопаться, не получается что делать. Нужно искать то, что является причиной, и то, что теперь является триггерами. То, что запускает эту экзему снова. Вот. То есть, очевидно, какие-то обстоятельства в вашей жизни. Я предположу, вот часто на руках у женщин экземы бывает из-за того, что женщина очень строго и очень требовательно относится к себе к количеству, к качеству тех дел, которые она делает. Но истинная причина этой экземы лежит, например, в отношениях с отцом, например, в каких-то ситуациях, которые там были связаны с учебой, может быть, там, траля-ля-ля-ля, где-то в прошлом, но вот сейчас я запускаю это снова и снова и снова от какой-то, от какие-то типовые дела. Например, я очень требовательный, что значит требовательный? Я просто себя съедаю нахрен внутри, если я что-то сделаю недостаточно хорошо, недостаточно качественно, не успею, не уложусь, не будет такого количества и качества выполненных дел, уборок и так далее. В результате всего я параллельно начинаю еще это все и ненавидеть, все, что делаю своими руками. Вот. И где-то там попадаю вот в эту ловушку. все это туда же, на тот же самый курс. Здравствуйте. Начала порабатывать топи ребенка, он пошел краснотой. Это восстановление, чего ждать дальше? Это может быть восстановление, и вот этот этап вам вообще-то надо по-хорошему будет переждать, потому что это испытание не столько для него, а сколько для вашей вины. И вот здесь проверяется очень сильно мама, потому что если мама переживет красноту, то скорее всего потом она научится. Вот эта краснота, это как будто бы вы знаете, вы там начали прорабатывать, что-то отпустили, и симптом такой говорит, и симптом говорит, ты точно все проработала? и вот хапанул вас вот на эту штуку, и вы вдруг сломались, а по красноту. Вот если вы хотите успокоиться, я вас успокою. Да, это часто именно показатель фазы восстановления, но это вообще не важно. Важно, на чем в этот момент вы сломались. Испугались. А вдруг? А что? Они сделали хуже? Нет. Вы ничего не сделали, чего не было. Вы только что-то... Вот мамы боятся почему? Они думают, что я что-то сделаю, станет хуже. Алло. Вы просто... Вот вы можете только наконец-то по-честному посмотреть в то, что было всегда. Поймите разницу. Вы ничего нового не привнесли в вашу жизнь и жизнь ребенка. Вы только по-честному открыли глаза и взглянули на то, что есть. То, что является правдой. И от этого столкновения с тем, на что они давно не хотели смотреть, может быть вообще-то и обострение. Честно, теоретически это может быть обострение, но я скорее предположу, что краснота скорее будет фазой восстановления. Пожалуйста, это очень важно прожить, работайте с виной. Комплекс по работе с виной, с виной, со страхом у нас есть. Мантру повторяйте. И, в общем-то, все будет у вас хорошо. Здравствуйте, мне 17 лет. Сильный зуб на обратной стороне ладони, пальцы, хобби руки, сгибы руки на запястьях и вокруг рта. Сильный зуб на обратной стороне ладони, пальцы, хобби руки, сгибы руки на запястьях и вокруг рта. 17 лет. Знаете, я бы сложно вот в 17 лет человека отделять от контекста. если не отделять вас от контекста вашей жизни, то, возможно, ваш контекст жизни связан сейчас со сложностями, может быть, ну, я так предполагаю, что, наверное, это выпускной класс, или там, я не знаю, я так предположу. Вот мне хочется связать это с контекстом, потому что, когда у нас зудят ладони, пальцы, руки, я предположил бы, что очень много тревоги, переживаний и напряжений, и злости, и, может быть, самоагрессии связаны с тем, насколько там я успешно или успешен, ну, наверное, успешна в данном случае, с результатами своей деятельности, я бы посмотрел бы, кто и как требует от меня результатов, я бы посмотрел бы, как я оцениваю свои возможности, перспективы, насколько я требовательна к себе вот в этот переломный момент в моей жизни, потому что ко мне приходят люди часто, они приходят, например, в 34 года, да, там, 17 умножим на 2 или 18 умножим на 2, или 16 умножим на 2, что там получается, они приходят ко мне вот в этот период и начинают мне рассказывать про то, что у них какие-то обострились конфликты на работе, связанные с повышением или с уходом, или с изменением вида деятельности, и мне сейчас это очень важно, я это очень сейчас хочу и так далее, и так далее. Мы берем, делим на 2 и вдруг обнаруживаем, что такого рода сильные переживания у них как раз-таки были вот в этой точке, где происходила смена школы, например, на высшее образование. И они один в один эту историю повторяют. И это очевиднейшая вещь, очевиднейшая, простая, как 5 копеек вещь. Поэтому посмотрите, пожалуйста, насколько сейчас этот контекст влияет на вас.